МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выстроились в форме сердца, держа в руках красные листы, на оборотной стороне которых были написаны слова благодарности. Коллектив Благовещенского ковидного госпиталя получил необычное послание от выпускников школы номер 27. Ребята провели для них флешмоб. В ноябре по мосту через Амур между Благовещенском и Хайхэ хотят запустить грузовое сообщение. Об этом рассказал заместитель директора Департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Кирилл Затравин. Об этом сообщает ТАСС. Дальний Восток получит более 5 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. На заседании Совета ДФО под руководством полномочного представителя президента обсудили работу по защите территорий от пожаров и паводков. Юрий Труднев отметил, такого увеличения финансирования не было последние 10 лет. В Благовещенске с 1 ноября после ремонта откроют для движения улицы Горького и Ленина. Подрядным организациям осталось закончить асфальтирование нескольких заездных карманов, парковок, нанести разметку холодным пластиком и установить дорожные знаки. Более подробно об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00.